Молитва должна стать неотъемлемой частью вашей жизни, как личная гигиена. Надеюсь, у вас есть ежедневные привычки, которые готовят вас к взаимодействию с людьми. Точно так же и молитва должна быть нашим ежедневным занятием, которое позволяет нам взаимодействовать с тем, что Бог делает в нашем мире. Субтитры создавал DimaTorzok Если мы были прийти благодаря политикам, или к какому-то единству, я бы впал в отчаяние. Но я верю, что всемогущий Бог может решать любые проблемы. А вот почему наши молитвы так важны. Я убежден, что одна из задач этого года состояла в том, чтобы научить нас молиться эффективнее, сознательнее, целенаправленнее. Сегодня я хочу рассмотреть некоторые моменты, и это может растянуться до конца недели. Эти вещи придают громкости вашей молитве, придают ей сил. Мы так мало знаем о молитве. Мы уделяем ей мало внимания. Многие мужчины вообще говорят, ну я особо и не молюсь. Я рад, что мы не говорим это уже так часто. Мы говорим, что молимся. Как нам помолиться? Где? Помоги мне молиться эффективнее. Я хочу поделиться вещами, которые придадут громкости и силы вашим молитвам. Начнем мы с Евангелия от Матфея 24 главы. Это главная причина. Это параллельные места Лука 21 и Матфея 24. Та же история записана в двух разных Евангелиях. Он обсуждает конец века. Я считаю, что это время, в котором мы уже находимся. Он говорит, и тогда соблазняться. Многие друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прелестят многих. Лжепророки — это не просто люди с неправильным религиозным посланием о Боге. Пророческий взгляд — это Божий взгляд на то, что происходит в мире. Если лжепророк будет использовать платформу и делиться информацией, которая не отражает Божий взгляд на происходящее, то зацепит многих. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что лжепророков стало лишь большим. Мы слышим так много информации, которая не связана с Божьей точкой зрения. И многие впадают в заблуждение. Вот почему ваш голос так важен. Мы должны использовать все возможности, чтобы провозглашать истину от Бога. Мы должны провозглашать истину всемогущего Бога в мире. Лжепророки не делают этого. Мы должны нести Божию истину. Беззаконие умножится, и во многих охладеет любовь, а претерпевший до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие. Царствие, по всей Вселенной, вы свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Нам нужно терпеть. Единственный метод научиться терпению — это терпеть. Вы не купите его в Волмарте или на Амазоне, его не привезут вам домой. Так как же нам претерпеть? Для этого вам нужна молитвенная жизнь, на которую вы можете положиться, и которая даст результаты. Это неотъемлемая часть вашего духовного набора инструментов. Мы часто оставляли молитву на формальные религиозные служения или особую нужду. Молитва должна стать неотъемлемой частью вашей жизни, как личная гигиена. Первый усилитель, который мы также рассмотрим, — это пост. Если вы не знаете, что это, то пост — это воздержание от пищи. Ради духовных целей нет единственного метода поста. В Писании мы видим разные виды постов. Иисус постился 40 дней и ночей. Даниил и его друзья постились, не принимая богатую пищу. Они ели простую пищу и пили воду. Бог почтил их за это. Пост может иметь разные формы, но обычно он связан с воздержанием от пищи. Это когда вы берете время, которое тратите на приготовление и потребление пищи, и используете для поисков Бога, чтения Библии, молитвы, обращения к Богу. Это проявление смирения. Если вы не понимаете, возьмите пост на 2-3 приема пищи, а вы удивитесь, как сильно вы сфокусируетесь на том, что едите. Каким бы сильным или умным вы не представляли себя, пропустите пару приемов пищи, и вы станете весьма простым. Я не знаю такой вещи в своей жизни, на которую Бог отвечал бы так стабильно, как на мои посты и молитвы. В книге Даниила 9 главе мы видим один пример. Я решил взять лишь один. Помните, Даниил был рабом, но он был одним из самых героических персонажей Библии. Более одного раза Бог посылал к Даниилу ангелов, чтобы сказать о том, что небо ценит его. Очевидно, что вы весьма хороши, если ангелы знают, что Бог ценит вас. Даниил наш герой. Даниил читал пророка Иеремию и понимал, что время плена в Вавилоне подходило к концу, что евреи вскоре вернутся домой. И его реакцией на это не была вечеринка или банкет. Он говорит, «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением, в постей, вретящие пепли. И молился я Господу Богу моему, исповедовался и сказал, «Молю тебя, Господи Божий великий и дивный, хранящий завет и милость любящим тебя и соблюдающим повеления твои». В ответ на действия Даниила Бог отправил архангела с личным посланием. Я не думаю, что все сложилось так, если бы он не вложил время и силы в пост и молитву. И первая идея завернута в понятие прилежных поисков Господа. Это не просто рутина, не просто привычка. Бывают времена и места в вашей жизни, когда вы осознаете нужду и говорите, «Я обращусь с этим Господом». Или Дух Божий побуждает вас, или друг зовет вас. Часто эти приглашения бывают неожиданными. И тогда мы говорим, «Я буду искать Господа уникальным образом на протяжении определенного времени». Дня, части дня, нескольких дней. Я уделю время и силы, чтобы предоставить Богу больше места в моей жизни. Я хочу, чтобы вы оставили идею о том, что вы сказали молитву грешника, «Не совершайте ужасных грехов и все». «Что еще мне нужно?» «Не нужно просить меня стать гиперхристианином». Я не просто прошу вас. Я говорю вам, что если вы думаете иначе, то я переживаю за вас. Мне страшно подумать, что мы повторяем молитву и думаем, что на этом наши усилия по духовному росту заканчиваются. Этот пост — это способ поднять громкость ваших молитв. Мы не должны кричать к Богу. Он слышит наш шепот ночью. Но это проявление прилежности, желания, намерения, и Бог видит отношения нашего сердца. Я хочу добавить к этому еще один усилитель, о котором мы нечасто говорим. В Писании это называется бодрствованием. В христианской литературе этот вопрос освещается по-разному. Некоторые называют это молитвенной стражей. По сути, это когда мы пропускаем сон. Чтобы молиться и искать Господа, вам не нужно не спать всю ночь. Это не обязательно. Хотя и возможно. Точно так же, как вы не обязаны поститься 40 дней и ночей, вы не обязаны держаться 24, 48 или 72 часа без сна. Вы можете сказать, «Я лягу на час позже, уделю это время, выключу все остальные вещи, что отвлекают меня, достану свою Библию и поговорю с Господом. Или я встану на час раньше». Это сознательное, намеренное лишение себя части сна ради поиска в Господа. У меня бывают времена, когда Бог будит меня. Я понял, что вместо того, чтобы злиться на то, что я не могу уснуть, я могу уделить это время Богу и сказать, «Господи, я слушаю». Я открываю свою Библию и сердце. И вместо того, чтобы злиться, я говорю, «Боже, если у Тебя есть послание, я слушаю». Понятие молитвенной стражи — это усилитель вашей молитвы. Это не новая концепция. На самом деле, в Новом Завете римские солдаты делили ночь на четыре стражи. Они разделялись и стояли на страже. Пленников, города или чего-то там еще. Первая стража идет с шести до девяти вечера, от заката и до девяти вечера. Вторая стража — с девяти вечера до полуночи. Третья стража — от полуночи до трех утра. А четвертая стража — с трех до шести утра до рассвета. Четыре стража проводят вас от заката до рассвета. Важно, чтобы кто-то был на страже во тьме. Если вы хотите знать, когда молитвенная стража важнее всего, то именно в темное время. Когда вам кажется, что тьма стала непроглядной, вы должны быть на страже. Мне кажется, что у нас есть проблемы с тьмой в последнее время. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 3 стихе, «Сторож открывает ему ворота». Он говорит о себе, о Мессии, о добром пастыре. Сторож открывает ему ворота, и овцы слышат его голос. Он зовет своих овец по именам и выводит их. Перед тем, как овцы узнают Иисуса, есть страж, который открывает ворота. Я считаю, что у церкви есть задание быть хранителями ворот. Мы должны открывать ворота тем, кого зовет пастух. Вот почему меня пугает то, что церковь продолжает жить, как обычно. У нас есть задание, миссия. И нет другого человека, который выполнит задание церкви. Плана Б нет. Посмотрим Евангелие от Марка, 14 главу. Мы снова видим Иисуса. В этот раз он в Гефсимании. Скоро начнутся страсти. Его арест будет через пару минут. Затем суд и страдания. Он берет своих ближайших друзей в оливковую рощу. Он отошел от них, чтобы помолиться. Но он попросил их бодрствовать и молиться с ним, и не спать. Сказано, что он молился так. «Авва, отче, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, отчего ты». Возвращается и находит их спящими. Своих друзей, которых просил бодрствовать и молиться. И говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощно». Очевидно, что молясь, Иисус решил свои обстоятельства перед тем, как вернуться к ученикам. Он не просил их молиться за Него. Когда он разбудил Петра, то сказал, «Друг мой, разве ты не мог не спать и молиться хотя бы один час?» Тебе нужно молиться о том, чтобы ты пережил то, что будет с тобой дальше. Он говорит, «Дух бодр, а плоть немощная». Мы должны дисциплинировать себя телесно, чтобы быть доступными для духовной помощи. В которой мы отчаянно нуждаемся для жизни в победе. Я не верю, что мы бы не оказались в окружении тьмы, если бы мы стояли на страже, как должны были. Одна из задач церкви — быть стражами, сторожами. Мы должны следить за своими сердцами, своими семьями, школами, городами и странами. Если мы будем игнорировать свое задание, то Бог скажет нам весьма резкие слова. И эти задания не опциональны. Точно так же мы не должны считать их нейтральными заданиями. Мы не должны быть стражниками толерантности, где в тумане бытия каждый может делать все, что захочет. Я совсем не так понимаю наше задание. На самом деле, идея стража не настолько стара. На самом деле, сегодня много сил и средств выделяются на эту задачу. Все наши современные цифровые инструменты делают это. Чтобы быть эффективным и достичь своего назначения, нужно следить, нужно наблюдать, анализировать. А на основании собранной информации принимаются решения. Еще более пугающим аспектом цифровых наблюдателей и их повелителей, кем бы они ни были, является идея о том, что кто-то анализирует ваши действия, интересы и привычки. Можете не сомневаться, что это так. Они делают сознательные шаги для того, чтобы повлиять на ваше мышление, определить доступную информацию для вас и сформировать ваше поведение. В то же время, они говорят нам, что нам нужно придерживаться морали в нашей культуре. Какое лицемерие. Они не извиняются за это. На самом деле, они берут цену за то, чтобы наблюдать за вами. Они продадут вам оборудование, чтобы наблюдать за вами. Я прав? Итак, сначала мы покупаем эти устройства, этих новых стражей, наши смартфоны и цифровые помощники. Видеозвонок Google Nest. Пусть Бог благословит их, а кроме этого, мы платим ежемесячно, чтобы кто-то слушал нас. Я хочу задать несколько вопросов. Чем вы готовы пожертвовать ради удобства? Приватностью? Правом на личную информацию? Может, свободой? Следующий вопрос. Уверены ли вы в том, что наши новые стражи призваны развивать вас лично? Или улучшить благосостояние вашей семьи? Или национальную безопасность? Я вот не уверен. Так как же мы оказались здесь? Как церковь согласилась на это? Неужели мы потеряли голос? Я бы хотел задать вам несколько вопросов. Хотим ли мы освободиться от Божьих ограничений в нашей жизни? Мы видим это веяние как в церкви, так и за ее пределами. Мы хотим благословения Божьих, но мы отвергаем идею о том, что Он может определять границы в нашей жизни. Мы хотим, чтобы Он благословил нас. Мы хотим, чтобы Он понял, почему мы игнорируем Его принципы. Мы думаем, что если бы Он только послушал нас, то мы бы собрали достаточно убедительные аргументы, чтобы Он отменил половину заповедей для нас. Я хочу задать еще один вопрос. Каков источник нашей мудрости? Что мы считаем источником, который формирует решения в нашей жизни? Исайя 5.20 говорит нам, «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким, горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою». Пророк говорит о том, что мы представляем себе, словно мы определяем мудрость, что мы арбитры, что мы определяем мораль, что это мы можем определять добро и зло. Мы игнорируем Божьи принципы. Мы видим, как это исполняется на всех уровнях нашей культуры. И это растет в церкви так же быстро, как и в мирском обществе. Мы не говорим об уникальности Иисуса в церкви. Иисус сказал, «Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Я есть путь, истина и жизнь. Никто не придет иначе. Часто мы стесняемся говорить об этом даже среди своих. Нам не нужно перечислять то, как мы называем зло добром, а добро злом. Я хочу задать еще один вопрос. Обижаетесь ли вы от предположения, что Бога нужно искать, что за Ним нужно следовать, если это поднимает в вас раздражение? Чего ты хочешь от меня? Ты снова поднимаешь планку? Я пришел сюда в среду вечером, на улице. Чего еще тебе нужно от меня? Скажи. Вопрос не в том, что мне нужно. Мне кажется, что в церкви многим неприятна идея поисков Бога. Мирская мудрость говорит нам, что Бог готов быть ко встрече с нами по первому звонку, что Он должен быть доступен во время рекламы, ну или хотя бы назначал встречи с нами, когда мы эмоционально готовы поговорить с Ним. Друзья, есть ценность в поисках Господа. Я считаю, что 20-й стал даром для нас. Ищите Господа. Послушайте, что сказано у Исаи в 55-й главе. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой. И беззаконник помыслы свои. И да обратится к Господу, и Он помилует Его. И к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Это написано не язычникам, а народу Божьему. Это эквивалент церкви. Некоторые из вас предпочитают Новый Завет. Евреям 11-я глава 6-й стих. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздают. Я знаю, что у нас есть зачатки этого. Это как запах весенних цветов. Они только что распустились. Ты еще не видишь их, но ощущаешь запах. Ощущаешь, что нечто оживает. Я ощущаю подобные вещи. Друзья, если бы Бог двигался так, как Он двигался между этим октябрем и следующим так же, то нас ждет пробуждение. Я не утверждаю, что это гарантировано, но если посмотреть и послушать, то мы увидим часть движения Божьего, голод и жажду. Мы готовы сидеть на улице, на жаре, под дождем и в прохладе. Люди приходят каждую неделю, чтобы креститься. Что если бы эти показатели росли по экспоненте? Через год мы бы сказали, что не могли поверить в это. Кто-то должен быть готов к тому, чтобы стать катализатором. Кто-то должен сказать, я доверюсь Богу. «Поверю Ему, приму задание стража». И хочу закончить с последним фрагментом. Это не предупреждение для стража, но радостные новости для тех, кто принял это задание. Вам стоит прочитать его самим позже. Исайя 52, 7. «Как прекрасны на горах ноги Благовестника». Когда вы приносите радостную новость Иисуса соседу, сотруднику или родственнику, когда кто-то принимает ее, то наступит день, когда они посмотрят на вас с благодарностью за ту радостную весть, которую вы принесли им. Конечно, будут и те, кто отвергнет ее. Кто-то будет насмехаться. Они насмехались над Иисусом, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, «Воцарился Бог твой». Спасение — это объявление. Вам нужно спастись. Без Мессии вы обречены. Тут не только радостные новости, не только мотивирующее послание. «Голос сторожей твоих». Они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе развалины Иерусалима. Ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим, обнажил Господь святую мышцу свою. Я в восторге от этого. Бог разомнет свои мышцы. Я не буду показывать вам свои, не стоит. Обнажил Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего. Я не знаю, что Бог сделает через наши скромные усилия, но я знаю, что Бог ищет на земле мужчин и женщин, которые обратят свои сердца к Нему. И я хочу быть в числе этих людей. Результат — это не наше дело. Верность к приглашению — вот наша задача. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборре. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Христианство больше всех повлияло на формирование ценностей и путей нашей страны. Я верю, что благодаря нашей вере мы получили невероятное благословение Божие. Наша страна несовершенна. Но если мы отложим ценности, которые стали началом наших свобод, то свобод не останется. Наша страна оказалась на перепуте. Вскоре нам придется выбрать направление, и вопрос не выбор. Я верю, что впереди нас ожидает событие, такое же важное, как Геттисберг. Нам нужен Божий взгляд. Вызов, с которым мы столкнулись, не связан с грехом нечестивых. Он связан с безразличием верных. Нам нужно изменить наши сердца. Я поделился некоторыми уроками с нашей церковью, и хочу поделиться этим с вами. Мы выдали книгу «Боже, благослови Америку снова». Нет никаких сомнений в том, что Бог благословил эту страну. Он создал нас и поддерживает нас. Но наше место в будущем больше связано с сердцами народа Божьего, чем с политиками. Нам нужна пророческая перспектива от Бога прямо сейчас. Пожертвовав сегодня, вы получите диск с проповедями пастора Аллана, в которых говорится о том, что нужно для исцеления нашей страны. А тот, кто пожертвует 25 долларов или больше, получит его новую книгу. «Боже, благослови Америку снова». Жертвуйте сегодня по номеру, который видите на экране или на нашем сайте. Церковь, мы продолжаем двигаться вперед. Мы проводим служение. Наша церковь жива. Мы хотим, чтобы вы были с нами. Мы не могли приходить с марта. Сегодня мы впервые здесь, и мы очень рады быть сегодня здесь. Это ободряет, потому что ты видишь, что мы можем быть вместе. Это здорово. Когда я услышала о ковид, то не испугалась, у меня есть Бог, и я ничего не боюсь. Совершенно ничего. Я призываю людей приходить встречаться, общаться, быть частью тела Христова. Не верьте лжи, что вы можете быть сами. Это совершенно не так. Жизнь чудесна. Возвращайтесь. Приходите в церковь снова. Приглашайте своих друзей и родных. Это будет чудесное время. Надеемся увидеться с вами. Христианство больше всех повлияло на формирование ценностей и путей нашей страны. Я верю, что благодаря нашей вере мы получили невероятное благословение Божие. Наша страна несовершенна. Но если мы отложим ценности, которые стали началом наших свобод, то свобод не останется. Наша страна оказалась на перепуте. Вскоре нам придется выбрать направление, и вопрос не выбор. Я верю, что впереди нас ожидает событие, такое же важное, как Геттисберг. Нам нужен Божий взгляд. Вызов, с которым мы столкнулись, не связан с грехом нечестивых. Он связан с безразличием верных. Нам нужно изменить наши сердца. Я поделился некоторыми уроками с нашей церковью, и хочу поделиться этим с вами. Мы выдали книгу «Боже, благослови Америку снова». Нет никаких сомнений в том, что Бог благословил эту страну. Он создал нас и поддерживает нас. Но наше место в будущем больше связано с сердцами народа Божьего, чем с политиками. Нам нужна пророческая перспектива от Бога прямо сейчас. Пожертвовав сегодня, вы получите диск с проповедями пастора Аллана, в которых говорится о том, что нужно для исцеления нашей страны. А тот, кто пожертвует 25 долларов или больше, получит его новую книгу. «Боже, благослови Америку снова». Жертвуйте сегодня по номеру, который видите на экране или на нашем сайте.